Полевые работы еще не начались, а на Прикарпате уже успели собрать урожай. Рекордную партию различных видов наркотиков правоохранители выкопали в саду у жителя села Дубка. Готовые к продаже наркотики были закатаны в банки и бидоны, а не обычная консервация. Смотрите дальше в сюжете. С лопатами в руках полицейский сантиметр за сантиметром перекапывает территорию сада. Под тонким слоем земли находят сразу несколько мест с закладками. И выложим еще две точки с берега наркотических засып. Это есть там, раз и тут друг. Проводим их выем. Несколько сотен закатанных банок, хорошо упакованных пластиковых бутылок и даже бидон. Все это набито различными наркотиками. Здесь и марихуана, и семена конопли, и даже маковая соломка. Выложено 275 скляных банок объемом 3 литра с подребленной рослинной речевной зеленого кольора в зоне схожего на наркотический засып марихуана. Все банки были аккуратно складены, верхние части были смещены неведомой речевной, для того, чтобы не ржавели, не прогнивали, не попадала туда влага. Все это добро было спрятано во дворе 49-летнего жителя села Дубка. О тайнике с такой необычной консервацией полиция сообщила сожительница злоумышленника. Она взбунтовалась после того, как мужчина стал заставлять ее продавать зелье. Незаконным промыслом мужчина занимался давно, уверяют эксперты. Наркотики пролежали в земле не один год. Зелье, говорят в полиции, мужчина выращивал сам. На берегу Днестра, недалеко от села. Он общался с сельским главой, с громадой села, с депутатами, с элитой, так называемой села. Он, фактически, в селе ни с кем, ни с кем, ни с кем, ни с кем не поддерживал. Очень ведет скрытый способ жизни. Что интересно, не на камеру местные жители рассказывают. Якобы во время обыска правоохранители нашли еще и банки с деньгами. Правда, в полицию эту информацию не подтверждают. Но уверяют, эта партия оказалась рекордной на Прикарпатье. По скромным подсчетам, ее стоимость составляет почти полмиллиона долларов. Сам злоумышленник пока не задержан. Его объявили в розыск. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.